12.05 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Николай Голиков и Светлана Занько. Добрый день всем, кто только что подключился. Мы продолжаем историю про преображение наших городов. И сейчас мы будем рассказывать о том, как продвигается проект «30 скверов Кирова». На примере одного из объектов это сквер на улице Менделеева, южнее дома 36, так скажем. Так как это указано в карте на сайте 30скверов.рф. И в связи с этим мы пригласили в студию Светлану Кекину, ландшафтного дизайнера, организатора клуба «Вятские сады», эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта, партнера проекта «30 скверов». Светлана, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В Кирове появится экологически безупречный сквер. Светлана, появился написано? Появился. Точно, да. Почему мы здесь собрались? Появился безупречно экологически чистый сквер. За эти выходные как нас только не назвали. И экологический, и самый плохой, и самый продвинутый. В общем, интернет, конечно, пестрит. Вообще, Светлана, первая благоустроенная зеленая зона, но красиво ведь? Ну, конечно, красиво, и мы будем к этому стремиться. То есть сейчас было техническое открытие. То есть в пятницу мы сделали что? Можно было уже сидеть на диванах, на диванчиках и на качелях. И разрешили это местным жителям, назвали это открытием, хотя работы будут продолжаться. И вот благоустройство, зеленые насаждения сегодняшнего дня будут там вестись. Давайте еще раз сориентируем. Это такая достаточно внушительная полоска не еще пока только благоустраивающейся зеленой зоны между улицей Московской и Воровского. Честно говоря, если мы напомним, это был первый сквер, куда мы приехали весной, в конце зимы с Анатолием Курбатовым и с Вячеславом Николаевичем Симаковым. И когда мы смотрели на эту территорию, мы подумали, ну, такую большую территорию вряд ли кто потянет. И вообще за нее возьмутся какие-то партнеры. Там еще и почва такая, мне кажется, болотом попахивает. Там много сложностей. Вообще проект 30 скверов, он больше 140 было участков. И большое спасибо за возможность вообще Эхо Москвы и инициаторам этого проекта, общественной палате, что такая возможность у граждан, у любого человека появилась в городе. Взять тот участок, который ближе к нему, к дому, к работе, к офису и благоустроить его. То, как он это представляет и видит. Потому что у каждого есть та дорожка, по которой он проходит, за которую больно. Хочется что-то вот с ней сделать. И вот компанию Рубикон они взяли по улице Менделеева, потому что она ближайшая к их офису. Это центральная и действительно очень большой проект получается. Он не на один сезон, а в течение следующих пока трех сезонов мы будем заниматься благоустройством этого сквера. Тут нужно с самого начала еще раз сделать акцент на том, что проект не имеет бюджетных средств. Потому что до сих пор раздаются звонки гневные в администрацию города, которая является вместе с Думой городской партнером проекта. Что сделайте нам вот этот участок был на голосовании. Почему вы им дали, а нам не дали? Да, хотя на сайте 30 скверов четко написано, что этот проект не бюджетный. Этот проект добровольное участие горожан, бизнеса. И, собственно говоря, то, что происходит на Менделеево, это пример, что можно сделать и какими средствами можно сделать. Еще раз, нет бюджетных средств. Если вам нравится, самоорганизуйтесь, мы поможем. Данить партнеров может быть, дизайн-проекты. И вот это все город и общественная палата помогает. Так вот, да, меня очень порадовало, конечно, и фотографии, и все заметки, которые были посвящены вот этому техническому открытию 30 числа. Потому что люди на качелях, люди на диванах, в центре города, в проходной зоне, где раньше просто были такие земляные тропки и все. Это прямо замечательно. Это как вот сейчас каждый вечер, когда проезжаешь по Александровскому саду, где стоит белая фортепиано, ты всегда видишь там людей, кто поодиночке, кто парочками музицирует. Вот здесь происходит то же самое. Пространство, вот это место превращается в общественное пространство, где люди встречаются. Да, точка притяжения и качели. Это такой вау-эффект получился. Ну, мы на него и рассчитывали, в общем-то, потому что для взрослых у нас нет такого расслабляющего пространства. А вчера я смотрела, как мамочка укачивает на руках малыша. То есть она сама качается, и малыш у нее на руках засыпает. Очень приятно было смотреть. Давайте напомним, что кроме того, что встречались чиновники из территориального управления, члены общественной палаты, активисты и партнеры, когда встречались, всегда это серьезный вопрос, работа с местными жителями. Правда же? Потому что важно не просто построить и подарить. Важно, чтобы это потом все поддерживалось раз, чтобы люди понимали, откуда это все взялось и что с этим будет дальше. И обсуждалось очень много вот этих маленьких нюансов и вопросов. И я бы хотела, Светлана, чтобы вы рассказали, как вы с жителями встречались, потому что вот это мы еще не освещали в эфире. Это самая интересная, наверное, была работа и самая долгая. То есть меня вот на одном канале спрашивали, как быстро вы сделали. Я говорю, ну, возвели мы за две недели. А вот предварительная работа была больше сделана, потому что ходили по дворам с моим клубом, спрашивали, а что, какая проблема. Посчастливилось, что главы ТОС, они сами выходили к нам. То есть когда смотрят, что какие-то люди стоят и на их территории что-то измеряют, да, там тыкают руками размахи, вот они подходят, спрашивают, что такое, и рассказывают. Поэтому мы собрали историю этого места, что здесь когда-то было, что там гороховое поле, ромашковое поле, как вода течет по этому склону, что канализация поднимается, что тут смывает, дома затапливает, про мусорки, про несанкционированные, про то, что там живут люди летний период в деревьях. Вот, то есть мы собрали такую очень большую историю. Такой паспорт местности получился. Да, да, то есть мы интервью, и вот те, кто проходили просто по тропинкам, мы их, здравствуйте, расскажите, а вот что бы вы здесь хотели. То есть то, что качели и для молодежи, в общем-то, нам рассказали местные жители, и эта идея возникла, проанализировав, потому что подростки, они бегают там по овощным ямам, а подростки качаются на детских качелях, и детские качели, они сделаны во дворе достаточно, они хорошие там, вот, и, конечно, мам волнует, что для наших детей сделано, да, а взрослые качаются, поэтому нужно было место для взрослых, для проведения времени подростков. Вот, то есть первое, пообщались с местными жителями, с главами ТОС, проинтервьюировали проходящих местных людей, которые просто проходят мимо. И спросили тех, кто либо арендует, либо собственники, ну, там магазин есть, кафе есть, вот с ними поговорили, а что здесь было, что они здесь делают, что они готовы делать. Вот, а их условия услышали. И на самом деле все готовы вкладываться в пространство вокруг себя, да, то есть мы получаем помощь от магазина инженер, там инструменты у них, рабочих иногда. Да, вот, все помогают. Вот, а следующее, что мы анализировали, мы анализировали растения, да, что там есть, то есть, а что мы сможем здесь делать, в принципе, вот почему рябиновую аллею сегодня будем разбивать. В 5 часов. Да, в 5 часов. И каждый может поучаствовать, прийти, посадить. Конечно. В 5 часов на Меделеево 36. Не только жители этих домов, любой человек может прийти, да? Да, любой человек. Мы объявили общегородской сбор растений, потому что там почва смыта водой, и нам ее нужно восстанавливать. Восстанавливаем мы ее щепой и посадками растений поперек склона, просто чтобы корнями растения удерживали влагу. Укрепили склон, да? Да. Вот, поэтому мы предлагаем всем, у кого есть излишки в садах и в огородах, принести эти излишки сюда, в сквер, и мы это там благополучно разместим. Вот. И местные сегодня мы им объявление сделали, там на дома повесили, что приглашение, и вот будут сегодня приходить, приносить то, что там приусадебные излишки. Вот. Ну, не все подряд ведь, наверное, будете сажать. Крыжевниковые кусты, наверное, не нужно приносить. Ну, что ты имеешь против крыжевника? Ничего не имею. Ну, мы когда на Ленину 15 у нас... Очень симпатичное растение с колечками, опять же. Да. Вот. И облепиха, и все остальное. Мы посмотрим, так как это общегородской будет сбор, мы посмотрим, что принесут, а у нас есть, куда все распределить. То есть, а у кого-то в саду крыжевника как раз не хватает, мы ему и отдадим. То есть, у каждого будет возможность прийти и взять на обмен то растение, которое ему нужно будет. Вот. Это уже новые грани проекта открываются. Это вообще что-то новое совершенно. Совершенно другие грани проекта. То есть, а сколько вообще в целом по проекту вы собираетесь там зеленых кустов или деревьев посадить? Или нет такой точной цифры? Сейчас мы занимаемся в этом сезоне первой частью. И там у сквера получилось три таких сегмента. И вот в первом сегменте будет посажено восемь рябин. Вот. И одиннадцать там ирги, и восемь или тринадцать боярышников. Ну, мы просто подкорректируем дереном и другими растениями. Определено, сколько елок. Там три будет елки посажено. Это все вот на этом участке. Да, вот на этом участке, да. А многолетников, которые, в общем-то, могут быть в огромном количестве. Вот. Сейчас вот у нас уже формируются иридари, потому что ирисы приносят, они быстро разрастаются. Ну, вот у нас будет иридарий. Цветы еще цветущие, значит, будет. Да, очень хотелось бы и розы туда принести. Вот. Потому что уже есть шиповники. Хотелось бы еще такими садовыми хорошими дополнить. Вот. И очень много почвопокровников несут, потому что они тоже быстро разрастаются. Почвопокровник — это что? Это растение, которое закрывает почву. Обычно это бывают лопухи или подорожники. То, что у нас растет вот в таких неблагороженных. Вот. А тут будет живучка, тут будут очетки и так далее. То есть это тоже цветет, и не нужно уже будет укрывать почву чем-то дополнительно мульчей. Вот. Они вот это у нас живые. Сейчас прервемся буквально на полминуты. После перерыва снова будем рассказывать о том, как развивается проект 30 скверов на примере сквера по Менделеева 36. Продолжается программа «Дневной разворот». В Кирове открыли еще один объект по проекту 30 скверов. Я бы не сказала, что он первый, потому что все-таки компания «Т-Плюс» свою территорию, на которую они заявились, весной уже начали облагораживать. Где-то там тоже большая работа была проделана и будут продолжать делать. И по другим объектам работа тоже ведется. А вот то, что открытие было такое торжественное, это да, это точно. Мы еще про зеленые насаждения будем говорить, какие там есть планы и как, кстати, поступили с теми зелеными порослями, которые были на этой территории, расскажем. Но поскольку нам сейчас нужно поговорить с теруправлением, в лице Олега Шубина, начальника отдела содержания и использования территории района Ленинского теруправления администрации Кирова, который курирует этот проект в своем районе, мне бы хотелось, чтобы мы сейчас проблемную зону обозначили, которая вот сейчас осталась. Это территория мусорной площадки. Она была действительно самым серьезным вопросом, который мы изучали, можно сказать, и мы здесь уже в этой студии об этом говорили. Там большая мусорная площадка, которой пользуются все окрестные дома практически. И на машинах еще приезжают и тоже туда складывают, потому что непонятно, если я пол дома меняю, то куда вот этот пол девать. И, ну, выносят туда. Да, и там, кроме того, что стояли и стоят мусорные баки, была большая стихийная свалка крупногабаритного мусора. Что с этим сделали? Ну, она, в принципе, практически любой контейнер площадки, если она большая, люди видят, люди свозят туда все. Там прямо свалка была такая. Там была свалка, там строительство и зимние, и все это трактором было свалено в одну кучу, и вот это вот там оставалось. И террауправление, вот Олег Анатольевич нам помог, что они, в общем, каким-то образом договорились, у нас был трактор, который все это в крупногабаритный ИСАХ это потом вывез. И у нас там очищенная территория, которую мы под спорт площадку сможем оборудовать. Ух ты! Ну, вот это еще будем подробности сейчас рассказывать. У нас на связи Олег Шубин, начальник отдела содержания и использования территории района Ленинского террауправления, администрация Кирова. Олег Анатольевич, добрый день. Добрый день. Ну, вы свидетель того, что происходит сейчас на этом объекте. В первую очередь, хочу ваши личные впечатления. Вы довольны тем, как все идет? Я не то, что доволен, я в восторге. То, что еще один участок у нас будет зеленый, красивый, благоустроенный, и наши жители будут радоваться этому. Олег Анатольевич, вот Светлана Кейкина, которая сейчас у нас в гостях находится, говорит, что была проделана большая работа с местными жителями. Я помню, когда мы встречались на этом объекте, это было одним из главных вопросов, которые вы задавали. А как с жителями? Вы поговорили? Вы сами реакцию жителей видите? Да, мы реакцию видим. К счастью, она положительна. И я надеюсь, что еще из других близлежащих домов люди к нам будут присоединяться. По благоустройству этого сквера, да? Конечно. Следующий вопрос, который вот сейчас нам нужно разобрать, буквально здесь в прямом эфире, это вопрос с мусорной площадкой, которая достаточно внушительна, потому что обслуживает большое количество домов. Светлана уже тут рассказала, что теруправление неоценимую помощь оказало в вывозе стихийной вот этой свалки. Крупногабаритного мусора. Крупногабаритного мусора и расчистки, да? И что люди уже не сваливают туда вещи свои или все-таки по-прежнему носят? Ну я надеюсь, это не последняя помощь, которую мы оказали, в том числе и Светлане, в том числе и Вятским садам. А если конкретно по контейнерной площадке, на данный момент пока не замечено, что там снова она организовывается свалка, но по переносу контейнерной площадки вопрос пока открытый. У меня есть следующие сведения. Мы тут в процессе подготовки к программе с Николаем Голиковым обзванивали, естественно, ИСАХ, который участвует в вывозе мусора. И позвонили в Ленинскую управляющую компанию по поводу этой площадки, кто ее обслуживает, возможен ли перенос. Я правильно понимаю, что там и ТСЖ 36-го дома участвует, ну и Ленинскую управляющую компанию в обслуживании площадки? Совершенно верно. И вопрос по поводу переноса данной контейнерной площадки мы должны решать все сообща, все вместе. То есть должна создаваться комиссия, на которой будет приниматься какое-то компромиссное решение. Вот что касается позиции ИСАХа, она понятная, четкая и достаточно простая. Есть подъезд, есть установленное городом место, мы туда подъедем. Что касается Ленинской управляющей компании, то здесь есть один очень весомый довод к тому, чтобы не переносить все-таки площадку, потому что она очень выгодно расположена с точки зрения логистики. Люди идут из окрестных домов именно по этой дороге, выходя на улицы Менделеева, им удобно выносить туда мусор. Вот такая позиция. Но Ленинская управляющая компания тоже говорит, как город решит, так и будет, мы будем участвовать. Но, что очень приятно, что они говорят, что если площадка останется на месте, они понимают, что ее нужно облагородить, они готовы поучаствовать в благоустройстве этой площадки, там раскрасить контейнеры, как-то сделать красивое заграждение, еще в чем-то. Это же хорошо, да? Это очень хорошо, что у нас еще одна организация хочет поучаствовать в облагородстве этого сферы. Только просят помощи в работе с ТСЖ 36-го дома, поскольку они тоже обслуживают эту площадку, чтобы люди не оставались в стороне, а тоже поучаствовали. В рамках своей компетенции мы никогда никому не откажем и всегда готовы помочь. Поэтому пусть обращаются и жители, и управляющая компания, и инициативные группы. То есть, Олег Анатольевич, вы готовы поспособствовать тому, чтобы и ТСЖ, и управляющая компания, обе эти организации поучаствовали совместно в этом проекте? Конечно. То есть, чтобы помочь им договориться, скажем так. Поэтому я предлагаю все-таки нам всем вместе, заинтересованным лицам, собраться около этой контейнерной площадки и принять то решение, которое действительно удобно будет всем. Вот и мы уже это делали один раз, так что, я думаю, сделаем еще раз, и вопрос с площадкой будет решен. Это тоже будет, кстати говоря, ноу-хау, потому что ничего такого с мусорными площадками еще не происходило в этом городе. Спасибо, Олег Шубин, начальник отдела содержания и использования территории района Ленинского теруправления администрации Кирова. Как вам такое решение, Светлана? Замечательно, потому что «Вятка без мусора» у них есть уже проекты по тому, какие могут быть контейнеры. Это что такое «Вятка без мусора»? «Вятка без мусора» — это проект активистов, которые ежемесячно проводят разбор, раздельный сбор в Торсире. И, соответственно, здесь они тоже смогут помочь в оборудовании площадки, то есть как она должна выглядеть и провести работу, и обозначение все сделать, то есть они подключаться здесь. То есть это такая, может быть, площадка, где будут стоять нового формата контейнеры, например, где будут стоять аншлаги с разъяснениями, почему мы складываем мусор туда, не сюда, и как себя нужно вести. Этого нет у нас нигде, ни на каких площадках абсолютно. И, кроме того, она может быть действительно так прикрыта и так раскрашена, чтобы она не портила вид сквера. А может вообще стать украшением этого сквера? Так если послушать все эти планы, это будет такое центральное место, самая красивая контейнерная площадка в Кирове. Но со стороны «Вятского сада» мы ее благоустроим зелеными насаждениями, то есть со стороны сквера она будет укрыта боярышником, дереном и вьющимися растениями. То есть мы крышу ей тоже будем делать. А что касается тех деревьев и кустов, которые на территории росли и которым мы тоже устроили ревизию и зачистку? Да. Вот благодаря тому, что красиво Киров поучаствовал, то те деревья, которые мешались, та поросль, которая мешалась, мы ее срезали. Сейчас мы ее утилизируем в наши гряды, которые будут удерживать воду, чтобы деревья там перегнивали и кормили другие растения. И там образовалась площадка, то есть вычистили мусор, срезали ненужные деревья и образовалось место под спортивную площадку. А какого рода спортивную площадку планируете или еще пока нет? Так как она у нас в процессе получилась, мы ее не планировали, разговаривали с местными ребятами, они нам нарисовали уже там, чего бы они хотели. Поэтому посмотрим, что это будет. Скорее всего, тоже что-то интересное. Это история, извините, пожалуйста, это история этого года или уже следующего? Наверное, это следующий уже год. Так же, как вот остальные две вот эти зоны, это тоже уйдет на следующий год. То есть мы будем разговаривать с паркурщиками, то есть в этой части города нет ничего для вот такого активного отдыха. И приходится ехать на другую часть города. Достаточно ли им здесь будет места или что можно разместить на этом пространстве? То есть мы сейчас вот так вот разговор ведем. Есть ребята, которые, ну вот местные, там есть клуб «Сокол», вот, работы с молодежью. И что они еще хотят предложить? Школа, что они, возможно, предложат здесь? Поэтому мы сначала соберем, проанализируем, посчитаем свои возможности, что мы можем здесь сделать из того, что хотят. И вот на будущий год уже будем делать. Ну и, наверное, опять-таки, если там у нас такая зона с качелями, там для приятного взрослого отдыха, может быть, кого-то туда, кто-то может и помешать, там, если вот такие пожелания делать, с паркуром или с тем-то еще. Да, нужно зонировать. То есть здесь либо посадками, либо мы будем разносить это действительно в другую часть. А здесь, ну, местные пожилые люди, они сказали, что нам бы вот тут тренажерчики такие покрутиться, там, как лыжи, ну, вот что вот сейчас ставят у других. Может быть, здесь будет вот что-то из-за там. Более спокойное, скажем так. Я, кстати, знаете, что вспомнил? Читал недавно про Петрову в день, насколько я помню. В Петрову в день у нас было принято девчонкам кататься именно на качелях. И невест выбирали. Вот есть теперь место. Именно на качелях. Вот мне очень тогда понравилось и почитал это все. У вас все совпадает. Все прям вообще. Так что за невестами будем к вам ездить. Это прекрасное место. Вот мы смотрим, мы теперь видим, что разные социальные группы находят место в этом сквере. Подростки, мамы с детьми, взрослые люди заинтересованы, чтобы что-то появлялось. И это, конечно, очень здорово. Спортивная площадка тоже интересная. И если, кстати говоря, подключаться ТСЖ и ТУСы, которые, вы говорите, вроде активно выходят на встречу, то ведь проект поддержки местных инициатив никто не отменял. И какие-то городские ведь есть грантовые конкурсы, которые могли бы здесь тоже. Ну, так как у нас есть возможность заниматься этим более плотно, то мы будем это мониторить, где что происходит, и чтобы все получилось максимально быстро. То есть можно привлечь какие-то еще дополнительные средства, так сказать, и расширить. Мы еще про две зоны не поговорили, которые у вас остаются на потом. Да, если у нас есть две минуты до перерыва, чтобы начать этот разговор. Там затапливаемая территория, поэтому там будет что-то вообще уникальное для нашего города. Там дренажа нет. Я говорю, бассейн, бассейн. Ну вот, да, нас тоже там. А давайте затопим это все очки. Вот, раз уж топят, давайте затопим. Ну, пока по плану мы расчистим территорию от порослей и сделаем там парк первоцветов. То есть вот эта часть, ну, вторая часть, она именно под первоцветы. Там уже ландыши, там уже много цветов, которые бы хотелось просто открыть. И сделать дорожку поднятую над землей. Вот, то есть как такой ботанический сад небольшой. Вот, а третья часть, там уже сиденья для детей, ну, для взрослых и детей малышей. Вот, потому что, ну, какую-то интересную песочницу сделать, чтобы там можно было и взрослым покопаться в песке, посидеть. Костки мамонта в песке зарыть, взрослые будут их выкапывать. Возможно. Вот, то есть там что-то такое тоже интересное. Сейчас проверемся на две минуты. Мы говорим о том, что в Кирове появился экологически безупречный сквер. И надо сказать то, что рассказывает Светлана Кейкина. В общем, соответствует этому названию. Потому что вы же идете, получается, от ландшафта, от природы. Не переделывайте практически ничего, только дополняете. И, насколько я знаю, использовать материалы тоже, опять же, экологически чистые. Это после перерыва. После перерыва. Отлично. Продолжается программа «Дневной разворот». В Кирове открыли первый объект по проекту «30 скверов». Не первый, но открыли, да. Открытие официальное состоялось. Открыли, именно открытие у первого объекта состоялось. Появился экологически безупречный сквер, пишет городская администрация. Мы говорим о территории по улице Менделеева, южнее дома, 36. У нас в гостях Светлана Кейкина, ландшафтный дизайнер, организатор клуба «Вятские сады», эксперт регионального отделения ОНФ. Мы как раз говорили о том, какие материалы мы использовали при строительстве этого всего. Начали перед перерывчиком. О том, что экологически безупречный. Да, именно что это экологически безупречный, что это связано не только с тем, что это такой уголок природы, а с тем, что то, что привнесено людьми, это тоже экологически чистое. Когда мы готовили еще фестиваль, еще зимой, еще прошлогодние разговаривали, что такое экология, ведь у каждого она своя. Я могу рассказать, от чего оттолкнулись мы в этом сквере при проектировке и при использовании материалов. То есть первое, мы хотели использовать то, что уже есть на участке. А там есть деревья, которые нужно счистить, и, соответственно, мы их используем, в гриды закладываем. Мы использовали щепу, которая, например, был ураган, и очень много деревьев повалило. И ДЗХ, Дирекция зеленого хозяйства, это все расщепило. И, в общем-то, это могло просто там где-то перегнивать. А мы взяли эти ветки и разложили у себя в качестве мульчи. Порубленные ветки уже, да? Да, порубленные ветки, да. Там замечательный запах деревьев, древесина от этого идет. И влага, которая с неба все еще льется, она просто там впитывается. Задерживается. Задерживается, да. То есть это как влага задержания. Да. И второе, мы выровняли площадку, потому что там были бурьян, и корни мы некоторые просто не смогли. И пришлось выравнивать таким образом. А следующее, по поводу поддонов и палет, через там знак, потому что вопросы возникают, что это же все сгниет. Так, поддоны и палеты использовались для строительства, собственно, таких диванов и качелей, да? Да, да. Почему мы их использовали? Во-первых, это материал, так сказать, бросовый. Мы не использовали новые поддоны, но это и не старые поддоны, которые там уже подгнили. Мы их специально искали. И вот наш партнер, ТОСКИ-43, они нашли больше сотни палет одинакового размера, которые чистенькие, которые мы смогли обработать огнебиозащитой. То есть они прослужат достаточно долго, они крепкие. Внимание, обработаны огнебиозащитой. Да. Ну, мы посмотрели вопросы задавали. Желчок их не погрызет, и от спички они не загорятся. Да. Проверять не надо. Да. Вот, не надо, да. Вот, но мы их обработали, и когда мы их устанавливали, там песчаная подушка, то есть мы их выровняли. А внутрь еще докладывается песок и гравий, то есть это к вопросу того, что детские ноги застревают в щели между досками. Но вообще-то мы поставим табличку о том, что эта площадка не предназначена для детей там до пяти лет, потому что для них сделаны прекрасные во дворах детские площадки. Это для молодежи. А у молодежи ноги туда не проваливаются. Вот, но тем не менее мы сделаем гравием, засыпем, чтобы это было ровно, и ноги ни у кого там не застревали. Вот, то есть почему дорожка не заасфальтирована? Каждый проходящий спрашивает, а еще будем асфальтировать, а еще будете в площадку класть? Нет, не будем, потому что нам нужен проницаемый материал на дороге, чтобы вода не скатывалась к домам, а нам нужно, чтобы вода проницала, проходила вниз и оставалась в земле в почве. Поэтому дорожка вот сейчас из гравия, и по сторонам она обложена также щепой. Вот, ходить по ней чисто, даже в дождь, ее не размывают, потому что там песчаная подушка утрамбованная, гравий тоже утрамбованный. Вот, это непривычно для населения, поэтому вопрос... Для городского, скажем так, населения, потому что в районах-то это нормально. Но если что, сквер можно обойти по периметру, по асфальту, пожалуйста. Да, ведь там же есть эти все вещи. Вот, вроде бы про материалы я ответила на вопрос. То есть, те балки, на которых установлены качели, они тоже пропитаны антисептиком, внизу промазаны мастикой, чтобы это надольше. Вот, и, соответственно, это будет служить, ну, сезона три-то, мы точно думаем, что... Сезона три. Ну, и на дольше останется. А как-то контролировалось все это, чтобы все это соответствовало вашим задумкам? А авторский надзор? Или вы все обычно сами делали? А авторский надзор? Ну, да, конечно. То есть, я следила за тем, как это... То есть, лично я и работники, кто у нас работает, то есть, мы там на месте все это промазывали своими руками. А вот эта история, что партнер программы, партнер этого проекта, директор ОАО «Рубикон» Дмитрий Кекин... Загнал кран и выдернул все опоры. Да, ваши столбы. Да, то есть, мы первоначально установили столбы под качели неровно. Вот Дмитрий приехал и сказал, я под этим не подпишусь, переделывайте. А у нас уже все забетонировано. И так-то вроде не критично держаться будет. Он загнал кран, все выдернул, и мы установили все ровно. То есть, еще над вашим контролем был еще один контроль. Вот это уже надежно. Вот это вот история народного контроля. О том, о чем мы сегодня говорили в первом часе. О том, что когда люди сами участвуют, то они уже контролируются до самой последней мелочи. Да, до самой последней мелочи. Он сказал, что Рубикон подпишется только если это будет на 100%. А вот Олег Анатольевич Шубин, который был с нами на связи, да, Ленинское теруправление. Он говорит еще, что идеи разные есть, которые высказываются по оставшимся двум участкам. Может быть, вообще в целом люди высказывают такие идеи. Он говорит, от велосипедных дорожек до шахматной комнаты. Вот это что такое? Так как это пространство для молодежи, то нам нужно его наполнить событиями и чем там заняться. То есть, любое пространство должно быть многофункциональным. И мы планировали сделать на столиках, которые сейчас уже есть, шахматные доски для шашек, для шахмат, крестики, нолики, может быть, морской бой. И это продлить и на вторые два сегмента тоже для этого времяпрепровождения сделать сиденье диваны со столиками. Ну и сколько сиденья диваны, а какой-то навес там, не знаю, беседку какую-нибудь, экологически чистую опять же. Смотрите, по поводу беседок там сложность, потому что есть вопрос, что там будут собираться те, кто спал в деревьях изначально. То есть, переселятся, да? Из-под деревьев в беседки. Да, и мы, честно, этого не то что боимся, но вопрос такой остается у местных жителей, что если вы поставите домик закрытый с крышей... Нет, ну просто с навесом, почему закрытый? А навес мы, да, мы растение пустим и сделаем шнуры, ну как струны, вот по которым вьющиеся растения. И, соответственно, от солнца защита будет. Вот просто это что не будет традиционной-то крыши. Ну крыша-то обычно нужна все-таки от дождя больше, чем от солнца. Согласна. Вот пока не решили вопрос, потому что... А снегозащита? Ну то есть у нас же потом нагрузки... Чистить это все. И это, кстати, очень большой вопрос, который тоже поднимался. Это содержание сквера в дальнейшем, его судьба в зимний период. И это очень-очень большой такой объем работы. А вы вообще с жителями проговаривали эту тему? Как следить за ним зимой? Кто будет этим заниматься? Ну, вообще местным жителям мы хотели предложить, что у нас должен быть смотритель. И садовники, и смотрители, которые будут поддерживать. Вот пока не определено, это должность или это на общественных началах. Но так-то теруправление берет на баланс. И, соответственно, там мусор, например, и освещение потом будет, и чистить дорожки. Это будет уже городская администрация. Ага, это хорошо. Потому что это был большой такой вопрос, действительно. А история с тем, что будут местные смотрители, это еще один уникальный шаг, если это появится. Если вдруг договоритесь. Управляющий такой сквером, получается, человек. Это вот история уже к тому решению, которым рано или поздно должна городская администрация прийти. Лучше раньше, чем позже. Это как выстраивать систему управления скверами и парками в нашем городе. Для того, чтобы они эффективно использовались, они эффективно развивались. Чтобы можно было и деньги на этом, в конце концов, даже зарабатывать. И пускать их в развитие этих же территорий. Это следующий большой шаг, большая работа. Видишь, Коля, опять у нас в нашем регионе, наши эксперты в первое часы говорили, инициатива идет снизу. Она рано или поздно приведет к тому, что и чиновники, они тоже будут перестраивать свою работу. Хочешь, не хочешь, это случится. Вот как раз в этой истории мы это видим. Мы видим, что да, вот включается администрация. И что по мере того, как возникают проблемы, вдруг неожиданно находятся какие-то методы их решения. Причем достаточно быстро решаются, решаются на месте. Вот будет встреча, кстати говоря, у мусорных баков знаменательная, да, где будем решать судьбу мусорной площадки. Наверное, этот вопрос тоже снова будет поднят, хотя бы обозначен. Потому что не сейчас прямо, но решать его нужно будет. Причем, Светлана, когда же мы начинали этот проект 30-х раз, я же помню, как так критично, довольно-таки скептически к этому относились люди в администрации. Сейчас, я смотрю, они довольно оптимистично настроены. Они потому что видят, как работают эти механизмы, как включаются люди, какие решения приняли. Светлана, а вы сами, когда в это дело ныряли, тоже, наверное, так не сильно уверены были, что получится? Совсем были не уверены, как это будет получаться. То есть зимой, когда мы в клубе обсуждали, в принципе, возможность, да, такую... В клубе «Вятские сады». В клубе «Вятские сады», да, на своем клубном собрании, что, ребята, такая замечательная возможность озеленить какое-то пространство. А как? То есть какие механизмы, а кто дальше будет поддерживать, а кто будет строить, то есть где находить, а как местных подтягивать, то есть идеи и все остальное. А сейчас этот механизм уже понятен, и, соответственно, для других, кто придет, другие скверы делать, уже будет понятно, как с администрацией, как с местными жителями рекомендации уже будут. Так вам надо уже книгу выпускать с практическими рекомендациями для тех, кто будет делать следующие сады. А вот 17-го числа в городской администрации будет круглый стол, где будут собираться как раз ТОСовцы, и они будут спрашивать специалистов, а как, например, прийти в СМИ, а как попросить помощи, да, а что из этого получится. Вот мы вот Светлану пригласим, она опытом поддерживается. Светлана, сейчас я понял такой вопрос, как уйти из СМИ уже. А, кстати, вы начинали с того, наш эфир, что комментарии появлялись разные в интернете после того, как опубликовали вот это техническое открытие. Что там писали? Все умрут, да, все будет плохо, бомжи придут, все спалят, и будет... Да, но апокалипсис, он все равно наступит, в общем, и начнется именно со сквера. Именно с этого сквера он начнется, да. Именно с этого сквера. Вот, тут, в общем-то, сколько людей, столько мнений. Пока что я вижу, что это все работает. Главное, пространство востребовано. Нет, но вы же общаетесь с живыми людьми, в конце концов, не только с комментариями в интернете. Да. Главное, чтобы живым людям это нравилось. Да, живым людям это нравится, они пользуются, особенно вот дети, мы еще достраиваем. А можно уже качаться, а можно уже придем, а можно уже посидеть. Уже едите, книжки уже принесли, с ними общаемся, рисуем. Ну, то есть это действительно востребовано. Вот у нас сейчас на столе стоит такой контейнер с двумя молодыми дубками, которые Светлана принесла, они прямо из желудей растут. Желуди для наглядности оставлены. И это замечательный совершенно такой символ нашего проекта 30 скверов. И напоминаем, что сегодня в 5 часов будет осуществляться посадка кустарников и деревьев. Так это называется, рябиновая аллея, да? На территории сквера по Менделеева 36. И там вот кроме того, что рябиновая аллея будет высаживаться, как Светлана сказала, можно прийти со своим посадочным материалом. И этот посадочный материал может пойти либо на благоустройство сквера, либо как обменный процесс возникнет между садоводами. Это правда здорово, потому что это еще одна проблема, которая обозначалась. Это откуда возьмутся саженцы для всех этих скверов, потому что мы знаем, что резервы дирекции зеленого хозяйства, они очень сильно ограничены в этом году. Напомню, что вырубается 2700 деревьев, а посаженным будет только 400, и уже, по-моему, их там все высадили, как мне кажется. Дирекция зеленого хозяйства на осень нам предлагает посадочный материал. Мы посмотрим, какой он будет, и что-то всеми руками за... Замечательно. То есть здесь будет еще, может быть, такое вливание, и осенью... Кстати, надо напомнить, что сажают не только лиственные деревья, но и хвойные, чтобы зимой сквер тоже был зеленым. Да, нам нужна шумоизоляция. То есть почему хвойники? Что нам нужна для домов близлежащих, от подростков много шума. Им нужна какая-то шумоизоляция и зимой, и летом. И хвойники самый лучший вариант. Не только от подростков, от проезжающих машин я по себе могу по своему дому судить. Очень нужна звукоизоляция. Спасибо большое Светлане Кейкиной, ландшафтному дизайнеру, организатору клуба «Вятские сады», эксперту регионального отделения НЭФ, участнику проекта «30 сквер» за активную жизненную позицию. Успехов в 5 часов приходите в сквер на Менделеева, 36. Дневной разворот закончил. Николай Голиков и Светлана Занько. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова